всем приветик и здравствуйте ребята я приехала в магазин у нас открыли новый магазин tesco это сеть английских супермаркетов мы с вами уже были в таком магазине я вам сейчас покажу где он находится вы если помните мы с вами приезжали в магазин в частный продуктовый такой небольшой супермаркет он у нас закрылся и теперь открыли магазин tesco все вы знаете что я не люблю стресс не люблю очень сложные рецепты предпочитаю простые рецепты на каждый день и даже на праздники поэтому подготовка к новому году у меня начинается всегда заранее сейчас середина ноября и я начинаю уже кое-что закупать к новому году хочу вам сказать что у меня в доме всегда есть горошек красная фасоль есть кокосовое молоко пассата протертые томаты я вам тоже об этом говорила мне есть видео о том что у меня есть в доме всегда поэтому и вам советую сделать уже эти закупки заранее если у вас этого нет на полочках и так давайте зайдем в магазин и посмотрим что там у нас есть интересного кстати забыл очки сначала зайду в аптеку куплю себе очки танец вот смотри филадельфия есть за 3 евро вот эти большие пачки life full fat это на карточку на ну клапка врать себе а большие а маленькие вот 265 только со скидками нет взять вот эти по 3 евро дорого что ребята давайте зайдем сначала в одежду и посмотрим что здесь есть у нас начинается как я уже сказала подготовка к рождеству к новому году ночные рубашечки достаточно дорогие тоже 20 евро такие знаете теплые таким рубашечки мягенькие мягенькие такие как флисовые 22 евро все подорожало в этом году обычно вот такие вещи они намного дешевле кстати я себе купила вот такую пижамку но это как бы не пижама а домашняя одежда и маловато мне штанишки получились сейчас посмотрю может есть побольше размер тогда те адам и ленге подходит в них сейчас посмотрю вот мне нужно размер между вот тем что есть это что я купила вот этим не слишком большие а то что я купила следующий размер ну один ниже это не маловато ладно подождем я уже тут купила сыр там давайте посмотрим что-нибудь попсу моему тоже смотрите вот не дешево я мужа купила вот такой свитерочек вот такой костюмчик у нас тоже есть ты ему знаете не во всех магазинах хорошо подходит одежда ему почему-то в данте много лучше подходит чем ты стеску одежда его лапка большая ножка и поэтому ему не очень подходит приходится брать немножко побольше размер тогда ножка как бы подходит а все остальное чест ну вот так сейчас вам покажу цены здесь все как и во всех других супермаркетах смотрите вот просто цена видите написано 2 евро написано с клубной картой это карточка на которую нам дают скидки и эти поинты потом присылают ваучер и можно на этот ваучер купить что-то еще вот обычный супермаркет хорошо что он у нас появился потому что у нас был всего лишь один частный магазин это вот в ближайшем городе к нам хотела зелень купить здесь честно на куплю здесь или пушечки потому что они всегда здесь получше я хотела здесь неудобная коляска но у меня мелочи не оказалось поэтому пришлось такую колясочку таскать ее за собой нет не очень удобно и на колесами у меня заплетается смотрите гранаты мы купили перед этим вот смотрите евро 39 стоит один гранат 49 центов это с это по клубной карте здесь было форма уже нету пойдемте зелень посмотрим лук конечно не фонтан хотелось бы на салатик ладно посмотрю в другом магазине не вижу грибочки мне нужны 99 центов уже порезаны давайте возьмем они так и стоят 99 центов 99 центов 150 грамм в два раза больше но надо самой резать нам не привыкать мы дамы не ленивые порежем сами так нашла зелень но она ничего наверно пучечка возьму свежего укроп чека кориандр пока сама не знаю зачем он не нужен мне нужна желтая курочка как мы ее называем это курица которая этим скормлено кукурузой она такая знаете и по цвету желтая и она намного вкуснее вот она 650 всегда было 5 евро килограмм килограмм 100 возьму такую курочку от не кстати сейчас надо список посмотреть вот такой самый дешевый часа посмотрю сколько здесь 18 процентов жира одну возьму вот такую но такого прям совсем обезжиренного здесь нет почему-то поэтому возьму в другом магазине так взяла вот такую капусту белый мне нужно посолить хотела сделать мне еще нужно красная сейчас посмотрим если красная красная капуста здесь нет поэтому придется идти еще в другой магазин слушайте я здесь уже столько кругов на я взяла потому что магазин только открыли еще как бы толком не знаем где что кстати очень сладкий лук вот этот салатный евро семьдесят девять очень вкусно на салаты я купила розовый тоже классно покажу вам девчонки посмотрите сколько стоит у нас масло этим вот с добавками да вот посмотрите с перцем чили три сорок девять с чесноком три сорок девять это просто так нет евро сорок девять это чеснок и джинджер это имбирь немножко написано kick of ginger вот но вот это масло можно очень просто сделать самим я вам показывала что я часто такое масло делаю кто еще не видел я вам в конце видео покажу можете сами сделать чем тратить такие деньги девчонки смотрите я подошла к стенду со специями хочу вам показать что я покупаю всегда у меня есть куркума и еще обязательно купите себе паприку копченая паприка у меня тоже есть но она конечно подходит только в определенные блюда не 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 во все блюда вот смотрите вот это специальная приправа для курицы она стоит 50 евро килограмм 275 я ее покупаю у нас есть такой магазин где можно купить прям большую там по моему 700 грамм что ли вот такая упаковка стоит она 10 евро там получается намного намного дешевле ну прям намного дешевле сейчас мы с вами здесь соль купим или нет потом купим хочу поймать на это самое посмотреть сколько стоит куркума и не вижу ее вижу девчонки если кто-то да вот к соус карри смотрите 1 евро он стоит вот в таких магазинах средний такой остротой очень острый тандури соус тоже этот то есть порошок тандури тоже евро 10 его стоит девчонки купите если вам попадется возьмите пусть у вас будет в курочку добавить или в мясо ну это просто совсем другой вкус будет ну что не вижу я мне в принципе она не нужна хотела вам просто показать у меня есть она всегда и паприка куркума все вы уже знаете наверно что я обожаю прям паприку ну просто знаете как вкус обычного блюда можно изменить добавить немножечко разных приправ так ну что все по моему я все купила что мне нужно так еще хочу показать вам винный отдел и разницу цен ну как бы все как все как вести обычный магазин супермаркет но мы очень-очень довольны жители потому что для нас это огромное облегчение мы теперь можем здесь делать шоком вот что хочу вам показать вот просто посмотрите на цены на вина у нас да вот эти все желтенькие посмотрите написано клубка прайс ну вот посмотрите какая разница в ценах всегда есть скидки на такие на вина можно купить подешевле с крупной карты в допустим 5 евро разница но здесь 3 евро здесь тоже смотрите 7 евро разница в прайсе да здесь только 3 4 евро иногда скидка на вина бывает 50 процентов вот например посмотрите так вот это французское вино до 20 евро но стоит 10 евро на него 50 процентов скидка если у вас есть крупная карта я здесь права тоже некоторые вина попробовать очень вкусно и вот видите внизу вот это шикарно вино 17 евро ну как бы дороговато конечно вот тоже хорошее французское вино 18 евро а с клубной картой за 9 это в общем тоже получается 50 процентная скидка вот это вот вино очень вкусное за 10 евро здесь уже такие знаете крепкие напитки тоже это вот здесь просто написано скидка смотрите это не по клубной карте так это что такое смотрите это джинн с добавками джинн джинн и что-то это вот малиновые джинн это с малиной 21 евро это вот уже последний прайс окончательная цена лица с персиками апельсинами это лимонная водка по моему нет джинн тоже это все джинн можно купить сразу я побывала с малиновой очень сладко конечно знаете как вкусно она прям очень сладко так вот такие дела все уходим отсюда уходим прям на выходе смотрите вот это вино премиум уайн написано это такое наверное более выдержанное вино цены смотрите вот таким ценам можно купить тоже как и везде это не только у нас конечно это везде так ну что вам еще показать так все вроде сейчас загляну опять в свой списочек это отдела с хлебцами крекерами пченюшки вот такие вот как они называются батончики такие цены вот рисовые батончики здесь то есть эти рисовые хлебцы шоколадом покрытые это вот фирмы сам самого бранда 60 центов всего хотела купить вот такую евро пятьдесят девять хочу взять вот такую пасту такая есть смотрите с чечевицей задумалась это вот с чечевицей со шпинатом паста это из цельнозерновой муки цены здесь указаны за полкилограмма ребят это полкилограммовая а это вообще 250 грамм видите вот эта упаковочка евро 39 это 99 центов за полкило со шпинатом это вот итальянская паста варила тоже не могу сказать что смотрите в 550 получается килограмм с карточкой клубная за 2 евро 469 там килограмм с победы и здесь полкило 250 в общем полента уже готовая просто разогреть ее евро девять вот такие цены подешевле уже это бренд теско вот эти вот это уже тоже бренд теско подешевле нужно такую купить пасту никто не сказал что нельзя здесь польские продукты или прибалтийские не знаю тут они обычно смешано бывают но в основном польские рис сколько у нас стоит это сколько тут 2 килограмма 2 килограмма стоит 1 99 коричневый рис евро 19 за килограмм это в пакетиках рис 99 центов вот здесь тоже в пакетиках 369 но это уже другой басмати рис вот басмати здесь 7 евро за килограмм кошмар такие вот цены это уже готовые просто разогреть в духовке вот это рис 299 это килограмм риса арборио для ризотто это евро шестьдесят девять для паэлли там полкило а это вот какой-то другой карнароли не знаю а до ризотто тоже написано полкило 229 не знаю почему так называется день не очень хорошо разбираюсь в этих рисах и разный соус тайская чили паста всякие такие соусы кстати мы тогда брали здесь мы брали перчики острые очень вкусные были что не помню где мы взяли ну все девчонки уходим девочки зашла в другой магазин это магазин посуды хозяйственный магазин смотрите сколько всяких декораций хочу взять себе посуду на рождество чашечки уже поскольку у нас теперь есть ребенок которые узнаете ему приятно все это они верят еще все смотрите сколько чашечек сон так что покажу вам когда буду накрывать на стол очень симпатичны я убил зимы чуть-чуть оказалось хоболок танк снилен нашла она мне коробочку просто покажу вам какие здесь цены кстати посмотрите вот такая коробочка для всяких мелочей трудиться сердечком я в такой коробочке храню письма от благодарных пациентов всякие открытки приятные от детей такие всякие мелочи приятные цветы искусственные тоже сколько они стоят такой букетик 28 евро вот такой еще все дороже такой большой букет 56 его 55 евро вот этот букет вот этот вот такой супер очень красивая здесь посуда вот такая чашечка 13 евро в подарочной упаковке 35 евро такой для торта поднос 4 чашки 30 евро это уже со скидками представляется 12 евро игрушка хочется купить такую знаете мы каждый год покупаем игрушки на елку а это рендер тоже 13 евро этот робин это у них символ рождества как видите снегири да с красной грудкой 6 чашечек 48 евро вот так ну вот смотрите вот такая тарелка 1 9 евро стоит посмотрите какая красота такая тарелочка прозрачная так вам покажу со снегирю 9 евро на 899 стоит со снеговиком 15 евро такой поднос красивый тоже несколько тоже не хочется набирать только только вроде разобрала барахло это вот смотрите на стол ставить подсвечники так очень нравится тоже для закусочек таких для чипсов и оливок 12 евро до 12 11 99 такие вот салфеточки смотрите рождественские 4 евро с елочками со снеговиками много всего интересного постельное белье 50 евро это king size значит поменьше вот для ребенка 28 евро со снеговичками подушечки в общем полным ходом у нас идет приготовление тоже симпатичное белье сколько такой 32 евро очень люблю этот магазин и хотя у них постоянно вот эти желтые наклеечки на посуде цены у них сумасшедшие 30 евро набор такой таких досок иногда попадаются такие знаете мелочи которые других местах не купишь здесь вот у таких очень посмотрите сколько мелочевки всякой иногда нужно бывает что-то вот этот магазин отлично для этого подходит сейчас если честно ничего не нужно вот я попыталась как могла разбросать свое барахло раздать выбросить все что не пользуюсь очень люблю вот такие вот баночки лица тоже удобно для хранения кстати вот здесь нужно посмотреть упаковку для морозилок здесь продаются иногда такие знаете специальные как они называются контейнеры для морозилок но сейчас я их не вижу евро 1 евро стоит вот такая креманочка видите вот такая лепесточка свернутого такие креманочки 20 евро девчонки написано 1 а нет мне кажется это неправильно просто так 6 евро 6 евро вот такой комплект может быть 26 такой совсем прям 9 евро это вот такой поднос для яблочного пирога все девочки мои любимые контейнеры у меня тоже такие все лежит в таких контейнерах вот вот и все все я пошла ну и хочу показать вам девочки масло которое я часто делаю к сожалению вот на сегодняшний момент у меня только такое с розмарином и тимьяном как видите часть я уже использовала и еще я делаю масло с чесноком тоже просто выдавливаю чеснок бутылочку и заливаю растительным маслом нужно много чеснока как бы выдавить и понемножечку использовать масло я предпочитаю свежие то есть выдавливаю примерно 3-4 зубчика и использую это масло потом для приготовления картошки курицы и в общем различных блюд готовится элементарно ничего не нужно делать просто любые свои специи зелень которую вы любите лавровый лист можете положить заливайте растительным маслом и она готова буквально через пару дней кстати хочу вам сказать что вот эти баночки вот с широким горлышком они самые удобные для вот именно таких приправ для такого масла еще я использую баночки вот такие смотрите вот с такими тоже этими как они сказали дозаторами да но потом вот эти баночки не очень удобно чистить трудно вынуть зелень оттуда а вот если вы допустим берете перец например до горошком и делаете такое масло то конечно можете брать любые вот такие баночки тоже или бутылочки скажем так вот так что делайте сами очень просто очень удобно всем пока